итак продолжаю третью часть полного осмотра своих орхидеек поскольку у меня их сегодня уже 27 штук у нас точнее все люблю прям собственность свою перевести что ж такое и шоколадку я уже семенную коробочку рассказала показала в прошлом видео у нас уже будет такое цветение цветоносия еще одна нас радовать решила еще раз двоился но это вообще потрясающе цветонос у нас невысокий опять повторюсь по поводу пигментации листа я в прошлом видео в конце сказала об этом и вот у меня вот такой вот как восковой на налет он не налет как потек восковой он идет рифленый такой бугристый структура такая непонятная вот я бы не сказала что там кто-то в нем живет но вот вот это отечность мне его не нравится может это отек может еще что-то сейчас попробую развернуть и показать с обратной стороны листа вот как мы можем наблюдать с обратной стороны листа вот здесь практически ничего нет то есть это только с наружной стороны внутри вот тут вот на других листах я тоже наблюдала эту отечность сейчас не помню на каком листе именно и этот лист уже желтеет не желтеет не знаю цвет немножко другой получился вот поскольку шоколадка у нас практически и не болела практически а вот вот характерный отек или не отек я обычно эти отеки воспринимала всегда за нематоды и начинала бит на бат даже пыталась нахтемы здесь задрать и посмотреть живет там кто-то или нет вот объясните мне пожалуйста на видео под видео комментариях что вы думаете по поводу этого и от чего это может возникать вот кстати я этот лист и обнаружила сейчас с изнаночной стороны покажу попробую отвернуть показать вот характерные вот эти вот рельефы на листе такая структура непонятная опять же таки на сога юкидан я видела точно такой же лист только маленький и похоже как отечность но опять же таки мне все время кажется что мне мотор до живут и я пытаюсь их выкарабкать вот по незнанию поначалу видите вот листы царапала вот и срывала но в принципе ничего такого там и не показывалось вот скорее всего это отечность неправильный полив неравномерный полив неконтролируемый то есть или чрезмерный или еще как-то вот на этих листах нету она вот этом листе на этом листе конечно характерная вот эта структура мне не нравится вот здесь и на внутренней стороне вот этого нового листа тоже на этом листе вроде ничего такого нету вот это только один единственный и второй может быть это из резкого смены полива с одной системы на другую мы перешли и может быть этим самым и вот эти все неприятные проявления у нас пошли ну да ладно будем посмотреть пока на орхидейку это сильно не влияет на шоколадку вот новость я про семенную коробочку вам уже рассказала да и поплакалась и пожаловалась так империар джевелс мы уже смотрели моя красотка пересаженная мы ее там чуть-чуть подвязали вот она держится молодцом умничка выравнивается и мы смотрим сейчас нашу манюнку манюнку это иероглифика она пахучка сортовая тоже мы ирины шибека взяли ее вот сейчас у меня что камера тут играет со светом так резко причем вот листик тургорчик набрал он уже вот то был совсем мятый мяты если вы помните совсем мяты и такого даже остались еще вмятины чуть-чуть на листике вот здесь по незнанию тут была наклеечка ну как типа ценничка с циферками и муж сделал огромную ошибку он намочил ее и я тоже по незнанию начала царапать но потом поняла что нужно просто чуть-чуть просушить видите чуть-чуть повреждения осталось я пыталась ноготком вдавила чуть-чуть видите ноготком а потом уже взяла зубочистку зубочистку и начала чуть-чуть его так вот царапывать аккуратненько это так на будущее вам совет ни в коем случае вот эти липучки ценники на мокрую не снимать их только надо на сухую душу пока не просохнет не снимите иначе будет горе вот второй листик тоже у нас был помятый вот гляньте как он уже тургорчик набрал вот еще раз повторюсь на камеру это сортюшка была высажена полгода назад только из фласки поэтому это почти что чуть ли не фласочная ну да полгода прошло но все равно она считается еще деткой совсем маленькая детка и не помню какой был заявленный размер но так как все пришли вот такие вот фласочные почти что ну где выращивать и она кстати намного лучше выглядит чем и особый окидан начинаю уже бить тревогу вот но несмотря ни на что мы вот такие вот крепкие уверенные вот с артюшечка вообще бомба листик уже действительно тургорчик набрал он уже сам держится и даже структура не такая попытка как была в первый день но все равно ирине очки спасибо огромное она тоже там очень аккуратно все утрамбовала уложила все аккуратно упаковала упаковку в принципе я не долго распаковывала сколько я просто долго говорила на камеру я же как всегда люблю поговорить вот четыре листика у нас на сегодняшний день да там крошечные тонюсенькие у нее корешочки вот как можете видеть и наблюдать тонюсенькие корешочки ну при ее росте и при ее размерах я вам скажу что это нормально чем старше растение тем же не корешки и листики поэтому у этой с артюшки все впереди у нее огромный долгий путь взрослую жизнь и цветение и растения думаю что все все обойдется быть все хорошо вот мы на это надеемся вот и постараемся сделать все необходимое для того чтобы она дальше развивалась целая росла вот и сейчас перейду последний моей коллекция коллекционной орхидейки к нашей то шушь я все так прям себе все в личку гоню муж будет обижаться очень все моё моё как тот дракончик с мультика это он себе тоже все вот эти с артюшки дорогие покупал себе листик я уже говорила это старое повреждение очень давнишние то есть еще до того как это видно на производстве когда выращивали скорее всего либо там повредили либо когда упаковывали в общую посылку либо же ну в общем не важно на камеру кажется что это потерян тургор и я только что смотрела даже прям испугалась думаю что тургор потеряла нет тургору не потерял он такой плотненький хорошенький это просто такая структура листа интересная это орхид волт с артюшка пахучка наша тоже аромат ароматная вот мы ее тоже пересадили с той же фракции к этой мха коры чуть-чуть и кокосовых чипсов добавили ну такая перемешанная смесь чуть-чуть того чуть-чуть всего всего чуть-чуть или всего по чуть-чуть и в общем вот такая вот она на сегодняшний день сейчас еще мало времени прошло чтобы что-то говорить какие есть изменения какие нет это уже в последующих видео я буду наблюдать отдельно за с артюшками ароматюшками отдельно не за с артюшками может быть буду как-то разделять видео на стандарты нами мультифлорки миди и в общем будем наблюдать будем снимать будем продолжать наше видео еще вблизи покажу ее наверняка всем интересные и корешки внешний внутренний вид как говорится этих корешков вот здесь отчетливо может корешок пробьется вот там уже прорезь какая-то вот здесь чуть-чуть корешочек поврежден но когда вы мы его покупали да он был поврежден но у него здесь все было беленькая и вот здесь на кончик на кончике началось как бы продление салатового такого вот чуть-чуть такая пыпочка совсем кончик маленький то есть он уже начал наращивать корешок быстренько быстренько торопиться чтобы утвердиться в коре и не погибнуть то есть растюшка жить хочет она будет жить все у него будет хорошо листик тоже у нее твердый такой весь ну за сколько за неделю сказать что он подрос я бы не сказала но потому что он сейчас в адаптационном периоде вот поэтому увеличился или нет это уже только этой растюшки самой известно ну а на сегодняшний день вот такие у меня новости надеюсь вам видео понравилось все три части сейчас буду оформлять это все на youtube вот кстати какие у нее корешки и мы сильно старались не утрамбовывать их чтобы они все-таки дышали через горшочек муж делал сам дырочки так старался прям и жирные сделал чтобы совсем-совсем они дышали извините ну и сейчас отбегу назад покажу полностью нашу коллекцию если смогу захватить действительно в конец квартиры надо бежать чтобы показать всю эту красоту вот на данный момент у меня цветут не так уж и много вы сами видите вот golden трезер рим и мармеладка вот собираются новые расти у меня цвести растюшки мои вот black трезер вообще меня детками радует все дальше продолжает цвести и в прошлом видео я спрашивала по поводу пенька девочки не забудьте мне прокомментировать мои ошибки и не ошибки и стоит ли вообще этим заниматься вот этим пеньком чтобы добиться деток корни у нее там корней очень много они все живые свежие может быть я еще повременю попозже вытащу и покажу в каком они состоянии и стоит ли дальше чем-то вообще этим заниматься мне просто жалко было выкидывать но я решила сделать эксперимент вот у одной девочки видео увидела что уже спустя неделю начались пробиваться листики и давать детку но хочу заметить то что у меня пенечек очень маленький вот практически в одну фалангу вот видите вот один вот пенечек совсем манюхонький сейчас сфокусирую камеру вам покажу он залит зеленкой перекисью чтобы пенечек не гнил и таким самым я чуть-чуть увеличу покажу вот то есть вот такая вот на сегодняшний день картина здесь вот волосики эти ниточки они живые даже на ощупь я чувствую что что-то там еще они питают так что ну не знаю посмотрим муж их полил вот воршочек увлажнен действительно там большие корни ну и хочу завершить конечно печальной нотой а может быть и не печально не знаю вот моя реанимашка как я и боялась у нее там желтые пятна пошли на листики вот но у нее там есть листик внутри сейчас если перефокусировал вот у нее есть листик внутри и он медленно-медленно наращивается и растет он таки там есть действительно вот я еще борюсь за ее жизнь потому что ну вот как-то хочется все таки ее восстановить реанимировать вот была маленькая глупость конечно я не тем полила чем надо поздно подхватилась и уже вот видите листик уже есть он крохотный но он там есть кое-какие корешки она закуплила вот и один закуплила и второй который новый был закуплила но так как у нее попа растет я смотрю утолщается вот это вот серединка значит все таки она тоже борется за свою жизнь вот это попа как видите тут богу бугорки такие маленькие этого не было это уже она начала наращивать со временем вот я оставила одно одно волосинку это там веламин упал выпал уже отпал точнее вот и вот так вот на сегодняшний день в баночке сейчас я ее зарою в мух вот так аккуратненько так вот так вот и вот так она у меня состоит вот как можете наблюдать и видеть у нее там есть листик их чуть чуть не туда фокусируется вот листик есть и выше чуть-чуть еще увеличу все-таки он там есть если раньше его практически не было видно то сейчас он есть и он виден ну а то что отжелтел лист я его пока трогать не буду потому что только на этом листе она и держится вот такая у меня картина в баночке дренажик закрытая система вот это испаренная идет вспотевший немножечко стекло вот кора потому что она так затеняет затемняет кора есть и мух сверху с активированным углем чем перелила ее обратно на старую систему вот очень долго играющая это реанимашка я не думала что у меня так все будет тяжело с ней еще тяжелее чем подруга принесла я их быстрее спасла чем свою я со своей мучаюсь уже но реально больше полу года вот хотя я знаю что реанимирует и год и полтора и два ну конечно в моем состоянии это жуткая картина я конечно согласна с вами могу только попенять на себя потому что от незнания я довела ее до сада такого состояния теперь уже пытаюсь даже со своими знаниями и теми же и все что я уже знаю и все равно очень ее тяжело поднять из из мертвых как говорится ничего жизнь там есть вы все видели на попке там у нее уже на наращиваются эти корешки я думаю что все таки они пробьются она сам стволик точку роста нарастила он толще стал и больше надеюсь что я бьюсь до последнего потому что ну очень хочется ее все-таки спасти и под добиться результата всегда можно ее выкинуть но присутствует одно что есть возможность все-таки бороться до конца и добиться каких-то результатов на этом я видео заканчиваю спасибо всем за внимание очень люблю вас все мои подписчики и гости моего канала и зрители я очень благодарна вам что вы у меня есть что так или иначе комментарии пишите ставите лайки вот не забывайте о том что советуете где-то подсказываете я очень этому рада потому чтобы без вас я бы наверное эту коллекцию все-таки не приобрела бы наверное и не потянула бы сама благодаря мужу еще как мы недавно немножечко так повздорили он сказал так все это моя коллекция вообще к ней не подходить ну учитывая то что большую часть времени я дома провожу и час чаще бываю дома чем он поэтому приходится мне за ними ухаживать и подсматривать одним глазком вместе с вами на видео и на камеру так что дорогие мои подписчики и зрители и гости моего канала советуйте присылайте всякие там рецептики коктейли китов витамины для орхидеи спасушки реанимушки все восприму все способы попробую все эксперименты мне интересные я тоже наблюдаю за многими видео которые снимают эксперименты и всякие там новые идейки и подвязки там в общем очень много всего интересного так что на сегодня вот такие вот у меня новости спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал не забудьте ставить лайк если кому понравились мои видео а также не забудьте нажать на колокольчик и поставить галочку об уведомлении моих новых видео опять же таки если кому нравится мои видео для меня очень важно то что вы ставите лайк или не ставите подписывайтесь на мой канал или нет тем самым я вижу нужны ли мои видео или нет полезны они были или нет опять же таки повторюсь или нет или да то есть буду это все зависит от того будут дальнейшем я снимать видео про свои растюшки и реанимушки и не реанимушки а тут еще и назрела посадка семенной коробочки поэтому ну как же я тут без вас мои дорогие зрители все спасибо всем за внимание еще раз повторюсь хорошего всем денька хорошего настроения здоровых пышных растюшек пышного цветения самого яркого самого красочного самого-самого которые есть в мире и вообще чтобы они вас радовали чтобы поднимали сюда настроение когда у меня настроение плохое всегда бегу под на подоконник увидела растаяла все и у меня весь день дался все спасибо пока пока